29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях. Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, посольства Абхазии в Москве, других ведомств Республики Абхазия. Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц. Были установлены тесные контакты. Говоря о событиях, предшествовавших процессу установления дипломатических отношений между нашими странами, следует отметить, что на протяжении нескольких последних лет проводилась планомерная работа различных ведомств и структур по налаживанию двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Зарубежная абхазская диаспора широко представлена в Сирии. Между Республикой Абхазии и Сирийской Арабской Республикой существуют давние исторические связи, возникшие в результате переселения наших соотечественников на территорию Сирии. В период ожесточенных боев в Сирии в целях обеспечения безопасности своим соотечественникам правительство Республики Абхазия взяло на себя обязательства по обеспечению условий для процесса репатриации наших соотечественников на историческую родину. Было репатриировано более 500 человек. 19 апреля 2013 года по инициативе правительства Республики Абхазия, Министерства иностранных дел Республики Абхазия и Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации на зафрахтованном чартере из Бейрута в Сочи прибыла большая группа репатриантов из Сирии, численностью 145 человек. В аэропорту соотечественников встретили представители МИД Абхазии, представители Государственного комитета по репатриации, а также общественность и журналисты. Группу сопровождали дипломаты МИД Абхазии Инар Гицба и Тенгиз Тарба, которые были направлены ранее в Бейрут правительством Абхазии в целях усиления подготовительной работы и содействия в организации вылета. 18 ноября 2016 года в Сухуми прошел международный круглый стол «Сирия далекая и близкая», в котором приняли участие глава МИД Абхазии, посол России в Абхазии, историки и общественные деятели. Организатором круглого стола выступил МИД Абхазии и Центр стратегических исследований. В декабре 2016 года в Сухуми состоялась первая матчевая встреча по вольной борьбе между сборными Абхазии и Сирии, по итогам которой обсуждались возможности сотрудничества на уровне спортивных федераций двух стран. Развивалось и гуманитарное сотрудничество между нашими странами, в результате которого Республика Абхазия отправила в Сирию несколько партий питьевой бутилированной воды высшей категории. Митинг «Сирия без войны» прошел 21 ноября у здания Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации в городе Сухум. Акция собрала до 500 человек, в том числе руководства страны, депутатов парламента, представителей российского посольства и представителей общественности. В числе наиболее знаковых событий последнего времени является визит официальной делегации Республики во главе с министром иностранных дел Дауром Ковы в Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года для участия в Дамасской международной ярмарке. В ходе визита делегации прошли встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валидом Аль-Муалемом, с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самир Халилем, с председателем Народного совета Сирии Наджатом Анзуром, а также с председателем Совета министров Сирии Имадом Хамисом. В октябре 2017 года Республику Абхазия с ответным визитом посетила делегация членов Народного совета Сирии, которые провели встречи с высшим руководством нашей республики. 20 апреля на полях 4-го Ялтинского международного экономического форума министр иностранных дел Республики Абхазия Даурковы и министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзенба встретились с делегацией из Сирии. Напомним также, что с момента начала вооруженного конфлекта в Сирии в 2011 году Республика Абхазия открыто поддержала действия сирийского руководства, направленные на борьбу с международным терроризмом и установление мира и стабильности в регионе. Продолжение следует...